Я из Лос-Анджелеса, Галифорния. Когда я впервые начал смотреть баскетбол, я смотрел Лейкерс. Я раньше ничего не слышал о Перми. Говорят, что я самый забавный парень. Мне нравится музыка в стиле R&B. Я не знаю, почему соперники хотят меня покалечить. Молот потрясающий. С этим парнем мы на одной волне. Я уважаю его. Как участник соревнований, как спортсмен, вы всегда хотите стремиться к самому высокому. Я из Лос-Анджелеса, Галифорния. Я родился в Инглвуде. Это мой родной город. Впервые я сыграл в баскетбол, когда мне было 5 лет. Я учился в школе. И мой папа приносил во двор сетку с 10, 11, 12 мячами. И мы играли в баскетбол со сверстниками. Он просто приносил мячи. И это мое первое воспоминание о том, как я играл в баскетбол. Когда я впервые начал смотреть баскетбол, я смотрел Лейкерс. В те времена, когда Шак и Коби играли в этой команде. И с тех пор я просто мечтал о том, чтобы самому играть в НБА. Это было моей целью. Я раньше ничего не слышал о Перми. Я в этом городе впервые. Я здесь уже 4 месяца. Это хороший город. Мне здесь очень нравится. Люди приятные. Правда, здесь очень холодно и снежно. Но в остальном здесь круто. Я люблю Пермь. И еда в Перми для меня действительно вкусная. Моим первым блюдом была запеканка. И я полюбил ее. И кроме того, я сам готовлю. Мне это нравится. Поэтому стараюсь много готовить. Некоторые люди на улице узнают меня. Видимо, они видели меня на играх Пармы. Обычно они просто немного пялятся. Может быть, что-то говорят или показывают пальцем. Но не слишком много. Не слишком. Говорят, что я самый забавный парень. Кто, по-моему, самый смешной парень? Чувак. Точно не я. Это парень из команды. У него секретное имя. Секретное имя Берни. Секретное имя Берни. Берни. Самый забавный парень в команде. Если вы, ребята, не знаете, кто это, тогда узнайте. Мне нравится музыка в стиле R&B, потому что она вроде как и медленная, но в то же время ритмичная. Для меня это умиротворяющая музыка. Это та музыка, которая мне нравится. Я слушаю ее перед игрой. Может быть, немного хип-хопа, но больше просто R&B. Мне нравятся вибрации. Я не знаю, почему соперники хотят меня покалечить. Я хороший парень. Я просто хочу побеждать. Стараюсь помогать своим товарищам по команде, но каждую игру противник просто хочет вывести меня из игры. Да, я крупный чувак. Я не знаю, что за мишень у меня на спине. Я не знаю, чем я им там насолил. Но все это хорошо. Я боец и собираюсь продолжать бороться. Так что, должно быть, это означает, что я делаю свое дело. Молот потрясающий. И атмосфера, которую создают болельщики, потрясающая. Я люблю это. Я никогда не видел ничего подобного или прошло много времени с тех пор, как я видел что-то подобное. Но это лучшее. Лучшее. Нам нравится, когда на арене аншлаг. Это вдохновляет нас на красивую игру и заставляет делать невероятные броски. И это очень хорошо для нас и плохо для соперника. В этом году мы вошли в историю, обыграв ЦСКА. И мы просто пытаемся продолжать в том же духе дома, показывая хорошее шоу и заботимся о наших болельщиках, потому что они поддерживают нас. Так что мы тоже хотим делать свою работу. Евгений Пашутин очень хороший тренер. Я считаю, он просто хороший человек. Я думаю, у него прекрасное тренерское мышление, и я уважаю его, потому что он хочет побеждать, он хочет драться. И с этим парнем мы на одной волне. Я уважаю его. Атмосфера в парме отличная. Мы сплоченная команда, мы все собираемся вместе и становимся сильнее. Все чувствуют друг друга, и это помогает нам играть лучше и просто радоваться за наших товарищей по команде. В раздевалке атмосфера тоже прекрасна. Как участник соревнований, как спортсмен, вы всегда хотите стремиться к самому высокому. Мы хотим финишировать как можно выше. Очевидно, что мы хотим быть в шестерке лучших, а затем мы просто хотим продолжать развитие. И если мы станем лучше и продолжим просто играть на высоком уровне, мы могли бы быть выше шестерки. Пятое, четвертое место, кто знает. Для меня баскетбол — это жизнь. Мяч — это жизнь. Это отдушина для меня, и это гораздо больше, чем просто жизнь. Это для меня все. Мы стремимся просто попасть в шестерку лучших, продолжать бороться в плей-офф и стараемся играть на пределе возможностей. Это для Пармы и для наших болельщиков. Просто продолжайте приходить и поддерживать нас, потому что мы чувствуем вашу энергию, и она нам нравится. И мы будем стараться выигрывать как можно больше игр и заставлять нашу семью Парма гордиться нами. Меня зовут Ричард Саламон. Парма! Парма! ПЕРЕТИЯ! ПАРМА ЭТАМИ! ПАРМА ЭТАМИ!